Привет, Ютуб! У нас сегодня декабрь месяц, сегодня 22 число, и у нас малина, ягодки. Такой вот декабрь. День очень теплый, и цветут еще розы. Да и не только розы, собственно говоря. Как обычно, до последнего цветут хризантемки. И есть цветущие розочки, сейчас покажу. Где-то здесь были, вон она, розы. Так, сейчас проберусь аккуратненько. Вот такая вот цветущая роза. Это обычное дело у нас. Декабрь, даже начало января еще цветы, бывает, цветут самые такие запоздалые. Так что, вон даже бутоны вот такие есть. Еще, возможно, и в январе цвести будет, если покуда, конечно, позволит. Так что, зима как зима. Так, а мне надо накрыть пленочкой сейчас петрушку, что мы пытаемся сделать. Петрушечка уже мерзнет, и холодно, она расти устала плохо. Вот так вот она выглядит. У нас еще был пока кролик, он ее поел безрядно так. Поэтому сейчас накроем, у нас будет своя петрушка зимой. Накрыли мы петрушечку. Теперь к Новому году у нас будет своя зелень петрушки. У нас зимы теплые, поэтому достаточно просто ее прикрыть пленочкой, чтобы она росла. И радовала нас своей зеленью у нас в новогоднем столе. Погода у нас лесовая. Сегодня солнышко было, сейчас скрылось. Точки опять вот так вот гуляют местами, где небо светлое, где темное. В общем, такая вот у нас, как обычно, зима. Зарая, прохладная. Сегодня ветерок, вчера очень было тепло, прям очень. С удовольствием мы погуляли. Сегодня уже вот, даже вот смотрите, у нас на сливе до сих пор листики еще не все опали. Желтенькие висят. Но с затяжки ей тепло, и вот листики по низу до сих пор еще не опали до конца. Почки, как обычно на сирене, такие вот-вот готовые начать увеличиваться. Так что, как зима, как зима. Крымская зима, в общем. Всем привет! До встречи! Давно я ролики, конечно, не снимала, но как-то ни времени, ни желания сейчас, честно, нет. Есть вроде несколько тематик. Я смотрю, сейчас очень много деток, которые болеют. Родители не знают, что делать. И с ушками проблемы, и с наспорком. Просто обычные две простые рекомендации напоследок. Дам у родителей, у кого ребенка заболело ухо, особенно вот резко, ночью бывает такая вот резкая боль. Имейте дома, пожалуйста, бурный, извиняюсь, камфорный спирт. Намолчьте просто ваточку этим спиртом, отожмите ее очень-очень сильно, чтобы с нее не капнуло вур. Засуньте в ушной проход, и пусть ребенок побудет с этой ваткой, пока она не высохнет. Боль проходит очень быстро, воспаление снимается. Это не просто какое-то там обезболивание, это полноценное лечение, это антисептик, это сразу прогревание, это полноценное нормальное лечение ушного воспаления, так называемого атита. А по поводу носика, ну всегда говорила и говорить буду, даже при тяжелом уже гайморите, помогает простой раствор соли. Обычно наша кухонная поваренная соль, разведенная с водой, чайная ложка на 200 грамм воды, промываем нос. Если можем промыть, прям заливать, промыть, это прям надо сделать так. Если ребенок не может промывать, хотя бы надо пипеткой по пипеточке в носик заливать. И все, в общем-то, больше ничего не нужно. Конечно же чаи. Ромашка. Опять-таки шиповник. Это самое элементарное, что можно сделать при простуде, при гриппе. Вспоминаем, что есть у нас лимон, что есть простое средство, как имбирь, он сейчас продается. Дается корень имбиря везде, заваримаемый чаек. В общем-то, и будьте здоровы, друзья. Потому что, ну, вижу, действительно, мама многие мучится, не знает, какие лекарства покупать. У меня дочке 10-й год, ни разу никакие таблетки мы не пили. Нигде антибиотики, никакие там таблетки от кашля, там, или еще какая-нибудь подобная даря. Ничего. Только вот таким вот способом. Лечились. И все хорошо помогает. При температуре пусть температура будет. Температура борется с вирусами. Максимум, если она уже слишком поднялась, ближе к 40, за 39. Питье, теплое питье, опять-таки ромашки. Малина. Малина очень хорошо помогает при температуре. Снимает воспаление, снимает температуру. И будьте здоровы, в общем. Пока-пока. Это самые простые средства. Если этим будете методом следовать, никакие вам лекарства не нужно. Выбейте, в конце концов, из своей головы. Вот не могу прямо остановиться за роликом, потому что, когда касается этой темы, я вот просто, знаете, не на 100, а на все 110% могу сказать, что не нужны детям никакие лекарства аптечные. Абсолютно не нужны. Все элементарно просто лечится. У детей организм сильный. Да, они болеют чаще, чем взрослые. Особенно простудными заболеваниями. У них идет развитие иммунной системы. Но дайте возможность этой иммунной системе самостоятельно выкарабкаться. Стать сильной. Научиться бороться с простыми воспалениями и заболеваниями. Ну, тяжело матери, конечно, когда видеть, что ребенок болеет, не засунуть какую-нибудь пилюлю. Ну, удержите себя от этого желания. И просто удержите. Будьте здоровы. Все, на этом я ролик свой сегодня все-таки заканчиваю. Пока.